Сейчас вам расскажу хохму. Вы видите, вот в Венеции, когда мы были там, только на вот этих корабликах, на трамвайчиках водных, требовали маску надевать, ну потому что там людей огромное количество. И вот они говорили всё время так быстро, те, кто усаживали там, открывали дверь, усаживали всех этих пассажиров на борт, и они всё время по-испански говорили «Маскалина эборда», «Маскалина эборда». Ну, я же не знаю этого итальянского языка. И я так вот эту быструю скороговорку понимала, что они говорят «Маску на морду», «Маску на морду». «Эборда» как на морду. Я, в общем-то, потом у Андрея спрашиваю, а почему они так грубо говорят, что маску надо на морду? Он как стал хохотать, говорит, так они говорят «Маскалина эборда», «Маску на борту». И снова всем здравствуйте, друзья мои. Я, как вы видите, опять вернулась в Венецию. Я вернулась в Венецию со своими видео. Я всё-таки хочу вам показать и продолжить, рассказывать, как мы здесь отдыхали с моей семьёй, с дочкой, с зятем и внуком младшим. Старший внук. Некоторые спрашивают, почему не было старшего внука. Моему старшему внуку Андрюшке уже 16 лет, он взрослый. Ну и вы знаете, получилось так, что не успели ему переоформить визу. Но виза его закончилась, к сожалению. И вот так получилось, что он остался дома. Мы не виделись с ним, наверное, лет 5. И очень жаль, что не удалось повидаться. Когда ещё придётся, даже уже и не знаю. Меня, кстати, многие спрашивают, а как добирались ваша дочь с зятем, как они добирались сюда, в Венецию, ведь тут самолёты не летают и всё прочее. Они добирались вообще, вы знаете, очень-очень трудно. Сначала до Минска они там на автобусе. В автобусе ехали, а потом из Минска в Литву и из Литвы, из Вильнюса уже, значит, вот в Венецию. Вот таким вот макаром. Очень-очень долго, двое суток. Останавливались там в гостинице на ночь, по-моему, в Литве. Ну, теперь вот только так. Возможно, для россиян куда-то выезжать за границу хорошо. Хотя бы этот есть ещё путь. Может статься так, что скоро перекроют и такое. Так вот о Венеции. Это я вам показываю. Мы гуляем по самому центру Венеции. Это площадь Сан Марко. И все тут кафешки. И, в общем, всё-всё, что здесь на этой площади. Огромное количество людей, потому что это, конечно, самое-самое популярное место в Венеции. И вы знаете, я же вам пообещала рассказать о Венеции много интересного. То, что мне Андрей рассказал. Он любитель, просто фанат этого города. И он знает о Венеции всё. Мы останавливались там почти у каждого памятника. И он долго-долго объяснял, что, откуда и когда. Конечно же, это невероятно интересно. И нужно знать историю. Тем более тех мест, которые ты посещаешь. Но, вы знаете, я в последнее время склоняюсь к той мысли, что эту информацию, в принципе, можно найти сейчас, сколько хотите. В Ютубе можно найти информации обо всём. И поэтому вот как-то грузить вас непосредственно, что откуда тут произошло, и какие здесь дома, вот эти вот все. может быть интересно, но не всем. Поэтому я решила. Знаете, сейчас я вам покажу немножко отрывочек, как Андрей мне это всё рассказывал. И потом я продолжу то, что я хотела вам рассказать. Здесь вот со сломанным мечом и с поверженным львом сигнализирует проигрыш Венеции в войне с Римом. Ну, как бы, в противостоянии с Римом. В настоящем, конечно, войной назвать этого нельзя. Вот здесь поверженные флаги и штандарты. Рима и спикюар. И Рим поимела, и Австрия поимела. Венеции? Да. В каком это было веке? Это вот здесь написано даты. Я по датам не помню. Вот здесь есть. Кто это, кто это? Это тетрархи. Четыре короля. А где четвертый? А вот эти, по двое. Они примерно одинаковые. А, на углу. При транспортировке нога потерялась и нашлась спустя 200 лет. Она в музее там отдельно есть. Ага. Классно. Тут они стоят последние 700 лет. 700 лет? Ага. А носики им кто отбил? Ну, видим при перевозке. У него в руках типа стиметра, это символ власти. И дожинская шапка, такая форма, 200 корабля. Ага. И на книге, как всегда, написано. Вот как раньше Льва себе представляет. Мне еще нравится. Можно. То, что видите, не изменилось с тех пор. То есть, считается, что не помню, что Иван Дрожник посещал Венецию. Я представляю. Потому что он точно описывал в письмах, в том числе, Английской королеве. Вот как выглядит гостья Святого Марка и некоторые аспекты. И вокруг него по три ангела. Но ангелов, как известно, семь было, которые обвечали о воскресении Христа. А где находится седьмой ангел, вопрос? И где? Это компанирует. А почему он там? Ну, шесть здесь и седьмой главный там. Покольня Джотта. Очень красиво. Крестилия Данте. Про Флоренцию я тоже могу рассказать и про Рим. Да, конечно, очень интересно рассказывал обо всем Андрей. Он знает всю эту историю, как я уже сказала. Очень глубоко все это изучал. Но я, вы знаете, хочу как-то поближе вернуться к жизни. Потому что исторические данные, может быть, можно найти на каких-то еще других сайтах. Кому конкретно интересно это. А я хочу вам рассказать именно свои впечатления об нашем посещении Венеции. Что меня здесь удивило и что бросилось в глаза. Ну, во-первых, меня удивило то, что здесь очень много русскоговорящих в Венеции. Оказалось, что на каждом шагу, куда бы мы ни пошли, на пляж ли, или ехали в этом трамвайчике водном, либо гуляли просто по улицам, везде слышно русскую речь. Скорее всего, что это не только россияне, но, может быть, и просто русскоговорящие с бывших стран СССР. Вот это удивило. Дальше меня удивило то, что я, например, всегда считала Венецию, так как она стоит на воде, что там не бывает такой особенно жары, что там, в общем-то, всегда прохладно и ветерочек, бриз от воды. Но ничего подобного. Все три недели в июне месяце, когда мы там находились, там температура была 29-30, ну, а на солнце еще и выше. Очень жарко, понимаете. И добираться до пляжей в Венеции, это тоже целая проблема. Там на перекладных в течение часа, наверное, до ближайшего городского пляжа можно было добраться. В каналах, как вы понимаете, конечно же, купаться никто вам не разрешит. Ну, и пляжи тоже меня удивили тем, что не очень они как-то выглядят хорошо. И потом все лежаки и все зонтики там платные. И оплата, опять же, довольно высокая. Например, лежак на человека от 10 до 15 евро в день нужно заплатить. А еще там дальше один пляж, который более такой цивильный, интересный, как мне рассказал Андрей. Там вообще 25 евро надо платить в день за использование лежака и зонтика. Дальше меня поразило, знаете, что обилие комаров здесь в Венеции. Ну, в общем-то, может быть, кто-то скажет, что ну как, что вы хотели здесь вода. Как же, конечно, комары. Ну, во-первых, вода это морская и личинки комаров в морской воде не живут в соленой. Поэтому странно для меня. Ну, и потом я привыкла, что в Англии комаров вообще нет, несмотря на то, что я живу на острове и тоже как бы на воде. А здесь комары ночью просто сжирали. И даже никакие фумитоксы, ничего не помогало. Очень много комаров. Просто, вы знаете, мы ходили все покусанные. Дальше, конечно, меня удивило вот этот вот карантин этот, продолжающийся в Венеции. И очень странным образом я уже вам рассказала, что маскалина эборта, то, значит, люди ходят, видите, по улицам без масок. Никто ничего такого не требует. Но когда поднимаетесь на борт, на этот водный трамвайчик, то вам обязательно надо надеть маску. Иначе вообще не пустят. Но смысл теряется, в общем-то, понимаете, в ношении масок только в каком-то определенном месте. А во всех других общественных местах, в скоплениях людей, где-то в театрах, в магазинах, в музеях абсолютно не требуют маску. А вот Тайм-сквер содрали вот с этого места. То есть и дом, который там молодей сделал такую. Кстати, еще интересный факт. Все вы знаете, конечно, и узнаете на фотографии вот эту знаменитую падающую башню в Пизе. Это тоже Италия. И знаменитое место, которое всегда тоже посещают, чтобы посмотреть на эту башню. Во-первых, удивительно то, что я когда стала искать вам эти фотографии с Пизанской башней, я нашла и увидела, что ровно 10 лет назад, именно в то же самое время, в июне месяце, я была там со своим мужем в Италии, в Риме, во Флоренции и вот, конечно же, в Пизе. Так вот оказалось, что в Венеции, вот это Венецию я вам уже показываю, таких покосившихся падающих башен очень много, сколько хотите. Я, кстати, может быть, даже вам попробую найти что-то, не могу найти, где у меня именно вот эти вот башни покосившиеся. Это я вам показываю, вот такую вот наподобие Пизанской башни, она практически, видите, выглядит точно так же. Это просто кто-то частное владение себе построил вот такую вот на радость всем окружающим Пизанскую башню. Вот, а вообще-то говорят, что в Венеции таких башен падающих, как вы понимаете, из-за того, что они стоят на воде, на сваях, они постепенно тоже склоняются под углом. Вот сейчас попробую вам показать, вот похоже, что и вот эта вот тоже башня, она такая падающая. А это мы с дочкой Дашей, опять же, в Венеции. Вот, вы знаете, тоже у меня посмотрели мои знакомые, которые не видели мою дочь и говорят, боже, вы вообще абсолютно с ней не похожи. Что еще меня удивило в Венеции? Как говорят, ежегодно Венецию посещают до 18 миллионов туристов. И на самом деле огромное число туристов, посмотрите. Так вот, сколько, вы думаете, проживает людей в Венеции, именно население? Я почему-то всегда думала, что, наверное, там миллионы. Оказалось, что в Венеции всего лишь навсего 265 тысяч человек. Вернее, даже так, это по переписи 265 тысяч человек. А оказалось, на самом деле, на проверку, что сейчас там те, кто проживает постоянно, их всего осталось 80 тысяч, можете себе представить. Остальные имеют там недвижимость, но проживают где-то в других каких-то местах. И говорят, что каждый год население Венеции уменьшается там от 4, по-моему, до 6 человек в год. Выезжают оттуда люди. И связано это с тем, что ходят слухи о том, что в конце 20-х годов 21 века, то есть где-то к 2028-29 году, может статься так, что Венеция полностью уйдет под воду. Ну, вы знаете, Венеции это уже давным-давно предрекали многие, что она уйдет под воду. Но, тем не менее, Венеция стоит уже тысячелетия. И, конечно же, гондолы и гондольеры. Лицо Венеции. Что я могу вам здесь сказать? Ну, конечно же, наверное, все, кто интересуется, знают, что всего 425 человек гондольеров. Постоянное число, которое не меняется из года в год. Если один из гондольеров уходит на пенсию, то его заменяет другой. Чаще всего это кто-то из его родственников, либо его сын. Так вот, удивило меня, знаете, что стоимость этой гондолы. Оказывается, такая гондола стоит от 40 до 60 тысяч евро. А чтобы прокатиться на этой гондоле, туристы платят 100 евро за 30 минут. Конституция Венеции в каком году? 1727. В общем, Венеция полна сюрпризов. На каждом шагу вас что-то ожидает новое и интересное. Я хочу еще также сказать тем, кто не знает, что Джакомо Казанова, Марко Поло, композитор Антонио Вивальди и, наверное, еще много-много других каких-то известных лиц родом из Венеции. И знаменитые венецианские маски, знаменитые венецианские карнавалы, которые здесь проходят каждый год в феврале месяце. А это я вам показываю, вот как здесь, прямо в магазине делаются эти венецианские маски. И вот так вот с раннего утра и до поздней ночи каждый день мы гуляли по Венеции, ездили еще в другие города, я покажу вам попозже. И усталые, но довольные, мы приходили домой и просто вот так вот валились с ног. Падали замертво. Ну и напоследок, друзья, всем моим зрителям подарок от моего юного блогера-внука Дива. Заранее извиняюсь за плохой звук. Всем привет подписчикам Галины. Вот, значит, она мне предложила слепить, ну или нарисовать, или что-нибудь подобное такое сделать. Ну и вот, я ей обещал, слепил, вот, такую подборку. Вот такой кораблик, называется Титаник. Ну вот, я его делал, не знаю, может, где-то полчаса, может, чуть-чуть побольше. Ну, в общем, где-то час примерно я его делал. Ну, хотя и не скажешь. Вот. Значит.